друзья всех приветствую на своем канале вчера вышло видео о распаковке посылочки и немножко концовка смазалась уже десять раз я грузила на youtube вот то ли первую часть зажевывает то ли вторую так что эту часть я сейчас смонтирую и снова вам покажу перевалку пеларгонии вот этих вот красавиц и немножко скажу о посылочки ребята все я понимала температура была замечательная для пересылки просто и у них плюс и у нас плюс видимо посылку где-то сильно поджарили просто и она от перепада температур не справились листики все и осознавала никаких претензий у меня нет а это бесценный опыт что можно делать в таких ситуациях что вот так приходит добираются растения и что мы можем предпринять я вам наглядно показала все сейчас они живенькие стоят обязательно буду показывать эту историю чтобы было наглядно видно что все наши манипуляции были верными и можно что-то поспасать а насчет того что пропали фиалки конечно мы договоримся с продавцом и она меня предупреждала что нет не надо но риски от брала на себя вот доберутся хорошо доберутся заплатила полную стоимость чтобы человек не волновался она мне предлагала что давайте отправлю просто так что значит просто так раз я хочу я должна платить за то что доберется так ну расцветает больше глоксини конечно покажу их вам обязательно завтра потому что уже вечереет нужно включать обогреватель и он гудит так что смотрите мою перевалочку мою историю с телефоном и все будет обязательно хорошо а у кореняшки будут укореняться теперь у меня завтра нет срочных дел уже все поспокойнее можем встретиться с вами на прямом эфире напишите под этим видео как у вас со временем можем или располагать в 6 часов вечера 11 ноября я вас приглашаю поболтаем отвечу на ваши вопросы а также поделюсь чем-нибудь интересненьким ну и от этой красоты я полки дави-поинт классная прошло пять дней и мои красотки уже готовы к пересадке потому что нужно раскачивать нам и корневую и зеленую массу поэтому можно заняться перевалкой беру горшки 0 8 литра для некоторых для некоторых пойдут уже литровые и приступаем посмотрим какая корневая ирида мамины розы поливала и понемножку через два дня 1 20 миллилитров и еще раз поддон 20 миллилитров смотрим вот такая цвет ненькая корневая они растут в 200 миллилитров даже можно померить горшочком здесь не больше 200 отличные здесь торф вот она влажная поливала снизу поэтому верхний слой кажется что сухое но внизу вот так все мокренько в принципе здесь еще не образовалось колечко и можно переваливать спокойно беру свой торф верховой набираю на дно добавляю гранулы здесь будет где-то 12 гранул нужно на такой объем на 6 месяцев этой растворяемости хватит тем более сейчас температура будет не жаркая уже последние денечки и будет все таки у нас минус теплицы им будет хорошо светло и будут они дальше развивать свою корневую соответственно будет нарастать зеленая масса где-то спустя наверное недельки 2 уже начну подхармливать еще плюс фертикой люкс потому что и в прошлом году у меня зимой цвели пеларгонии это не мешает когда есть хорошее освещение даже не такой длинный световой день все равно пеларгонии цветут особенно молодые черенки этого года укоренения так я перевалила ставлю бирочку и немножко нет наверное я пойду снизу поливать их пусть корневая вниз стремится один поддон и сейчас добавлю буквально 50 миллилитров пусть они напитываются берут воду снизу раз корни стремятся стремится будут вниз дальше и в муза даже если чуть-чуть пеларгония бывает что она попадает в темноту то она несколько особенно нижних листов всегда пожелтит поэтому к такому нужно сразу быть готовым нормально увеличивается объем где-то даже можно сказать в три раза у нас таким же образом всех сейчас буду переваливать осматривать корневую обязательно если корневая конечно слабоватая можно еще оставлять нет здесь все тоже хорошо вот они корешки уже пошли по кругу немножко поэтому я слегка растребушу и буду переваливать уже через две недельки они будут выглядеть совсем иначе как только даешь объем пеларгонии немножко побольше она обрадуется и будет расти быстрее так когда сажаешь побольше горшок кажется она уже и побольше становится визуально это еще большого можно взять ук юг нечаянная радость дальше ну тут тоже можно уже ли листик желтый снять и переваливаем у него есть бутон скорее всего она его сейчас сама отсушит отлично тоже корни пока что тоненькие сейчас у меня они станут жирненькими сейчас ради интереса покажу свою я тут переваливала несколько быстро прям нарастают такие корни жирные классные все-таки удобрения долгого действия равномерно распределяет все макро и микроэлементы в мелких дозах отдает растению и они лучше развиваются поэтому такими удобрениями следует пользоваться если хотим хороших и быстрых результатов давайте покажу джаггер шузбаре классный он был перевален месяц назад кстати здесь даже промежуточный черенок я сейчас за него возьму можно было бы уже и переваливать в следующий объем смотрите какая замечательная толстая корневая прям шикарно можно перевалить уже в литр здесь она растет в 350 миллилитров шикарные корни можно еще взять кого-нибудь посмотреть но какие толстенькие жирненькие растения о зрели какая красота шикарная что-то как-то этот сорт застрял несколько взяли а несколько еще у меня есть для предложения классный цветет красиво суперский сортик и не ссорит лепестками мне надо грунт еще набираю 10 литров торфа я там уже за замешала инсектицид и сверху еще раз добавлю 5 грамм получается на 10 литров от почвообитающих вредителей перец замешиваю снова грунт сухой и это очень важно чтобы грунт хранился сухой он и приходит а если он влажный он наберется грибка и очень будет сложно с ним если получаете уже влажный торф это плохо в дальнейшем могут грибные шарики образовываться особенно если стрептокарпусы сажаешь почему-то у них чаще всего эти грибные шарики появляются а так он сухой сейчас мы в меру его увлажним на 10 литров добавляю полтора литра воды и постепенно вот так смачиваю из поливалки чтобы вода протекала медленно и грунт напитывался именно этого количества хватает для отличной посадки плюс потом еще немножко добавляется влаги для черенков для пересаженных но уже нет никаких опасений что что-то замокнет или что-то не промокнет теперь беру перемешиваю и оставляю где-то на полчаса чтобы он полностью пропитался сначала он получается такой весь в комок слепляется но сейчас он напитается и через полчасика это будет такой же рыхлый пушистый только в меру увлажненный грунт так как сейчас нельзя давать никакие ссылки никакие препараты озвучивать разлетались сегодня так низко летят рассматривают так как нельзя давать сейчас никаких ссылок не называть препараты поэтому ищите в описании может под видео я могу или в комментарии еще где-то но не так что каждому человеку читать если кто-то уже задал вопрос по препаратам значит я ответила одному следующему же не буду как попугай отвечать ищите в комментариях под видео я стараюсь всем отвечать но иногда и времени не хватает все сейчас оставляем немножко чтоб он набух и продолжаем высаживать прошло полчаса вот такой он воздушный и пушистый я уже снова перемешала и продолжаем высаживать тут какие-то поменьше значит еще поменьше идем так сим диадема тоже промежуточный череночек ну отличная корневая не написаны даты когда там упоренялась смотрим на состояние корней и уже делаем перевалку что я натворила ужас почти три дня была в трансе приехали на день рождения воскресенье и выходя из машины я обронила свой телефон через пять минут прибежали телефона уже нет хотя безлюдная улица кто-то подобрал и начал носиться на следующий день с моим телефоном у нас есть отслеживание по картам где находится телефон они видимо хотели его или сдать или не знаю что сделать и полицию мы сразу съездили домой взяли все данные все коробки полиция не сильно спешила помогать я уже думала я с ним попрощаюсь вчера он вообще в другом городе был так ведь романс вот такой много листвы у него отсохло но большинство хорошие и видимо в ростов он съездил тоже не получилось ничего здесь много корней и либо он выкинул его нашли его в другом конце города мужчина еле-еле нашел через сына в контакте сегодня его меня не меня сына позвонил и вернул нам телефон представляете вообще вот есть порядочные люди а есть непорядочные когда мы вернулись к машине звонили раз восемь гудки шли а потом телефон взяли и отключили просто конечно телефон не дешевый но они не знали что с ним ничего не получится не разблокировать ничего а мне стресса меня хотелось себя укусить за пятую точку вот как можно быть такой все же быстрей быстрей надо сделать и уже на радостях я примчалась вышла из машины взяла сумку и пошла а он видимо из кармана потихонечку у меня выпал боже все данные не столько жалко телефона сколько там информации хранящиеся в нем конечно резервные копии сделали сын не свой на два дня дал телефон но ты сидишь как на необитаемом острове отключенный от всего вот так что и радость и печаль в одном флаконе бывает тебя подкашивает так у нас и в галина уланова ну тут она еще будет скидывать желтить листья пока что оставляем все листья она сама что и не нужно будет она сбросит вот такие дела бывают жизни теперь я просто никуда не хочу спешить потому что нервы свои потом не восстановишь переживать так хорошо что я практически всем все еще отослала в тот день одно письмо но потом я нашла и во вторник отправила адрес вот такая я василиса было надеюсь меня этому уроки учат так и посылать каши пришла не очень хорошо дошла кадры вставлю из подмосковья шла на два дня раньше прибыла но все равно не помогло даже ускорение так это малышка такая юзи самаханская царица сейчас я ей чуть-чуть подбавлю что-то она мне не сильно пока нравится надо корни посмотреть эти листики убрать ну да у нее еще хотя вообще не буду так здесь я наверно вообще стряхну потому что корневая вот только начинает образовываться вот эту часть о как раз здесь корней нет здесь есть это мы выбросим и подбавим либо заката просто чуть-чуть я увеличу получается и подбавлю и питание вот так вот ну ничего все можно сделать по спасать сегодня они уже пободрее вчера я получила посылку еле-еле без телефона без телефона но по паспорту без эсэмэски девчонки мне выдали они не знают лет ладно даем тебе ну спасибо за доверие вот так сейчас еще я пообтираю все стаканчики ювы купидон тоже собрался цвести сейчас посмотрим на корни корни хорошие так что можно увеличиваться во что бы мы давайте вот в такой посаде вот прям тепло сейчас сколько уже начала 5 я все двери окна позакрывала и настежь было опять сегодня жарко здесь уже к вечеру а ночью плюс 4 как-то уже зябко то было плюс 9 плюс 10 а уже подбирается зима так эти сейчас поливать не буду влажный был значит запомню и осталась одна сейчас посмотрим на моих у корняшек так девочки и вдохновение она боковая какая-то в бок пошла но ничего потом можно сформировать вот этот срезать будет что мы делаем смотрим на корневую сначала так вполне все хорошая значит вот такой горшочек 08 а потом как подрастут посмотрю еще по сортам может кто-то там миниатюрный а потом и переваливаться будем дальше решила до двух литров что-то в три я даже и сажать не хочу и в двух они отлично цветут посмотрим как будут расти а потом уже решать что делать так тут тоже пока желтые листики есть ладно оставлю они и сами отойдут все посажены давайте посмотрим как все получилось ну и кажется что они уже и побольше стали вот такие красоты моя посылочка которая со свежим срезом ну смотрите зеленые листики на макушках есть это вот этот ряд два ряда так что практически все живы это от марины немножко листики подкрутили на тоже жиренькие это сегодня я немножко посадила и которые мы с вами укореняли на видео вот отлично все стоят бодрые хорошие корневую пока не видно ну и рано еще ожидать потому что здесь температура ночью где-то 14 градусов а днем жаркинка но все бодренькие у кого-то листва желтит она сама сбрасывает что и не нужно потому что где-то большие сажала ну допустим большой черенок естественно она нижнюю листву будет желтите и убирать что и не нужно попозже я ее просто либо поубираю либо по состригаю единственный рушмар его он плохо укореняется вот так он сушит свои листики побольше черенок он уже сразу отсушил себе все но живой хороший плотненький два раза я уже поливала по чуть-чуть потому что жарко в теплице совсем также чайную ложку и не больше такие бодрые мы и хорошие стоим с укоренителем то есть не надо подвяливать черенки обрезал две минуты подождал окунул в укоренитель гель и можно высаживать вот такая красота ну и мои остатки роскоши красивые кто-то обрезанный уже сильно такие пенечки ну начинают они обрастать хорошо и все с ними будет хорошо розалин да красавица цветет кто тут еще оранжевая вот не знаю ее название но очень красивые огромные шапини такие запускает и цветунья бесподобная davy point какой он красивый прям классный маленький аккуратный красивенький самая темно-красная цвет конечно еще более насыщенный тоже огромные шапки запускает calliope dark red классная уже отцветает соцветия вот ее цвет насыщенный красный грушенька огромная о 33 пальца нет 4 смотрите какие цветки у него большие ну и здесь по мелочи что-то цветет и вот покажу как королева бирмы цветет в двух литрах обрезанная было и смотрите сколько у нее шапок снова цветущих вот взрослый кустик тоже образ тоже пытается на концах зацвести в двух литрах красота начинают глаксини расцветать в теплице потом сделаю обзор далеке там кто-то цветет красиво всем красивых цветов в доме и до новых встреч